Сегодня истекает срок отвода тяжелой техники от линии соприкосновения на юго-востоке Украины. Донецкая и Луганская народные республики свои танки и артиллерию отвели неделю назад досрочно. Теперь того же самого ждут от Киева. По словам представителя Минобороны ДНР Эдуарда Басурина, о новых местах дислокации украинские военные не сообщают. Поэтому действительно ли ведется отвод, сказать трудно. Так, в районе Волновахи силовики не разрешили миссию БСЕ провести инспекцию. Еще одна группа попала под обстрел во время посещения Донецкого аэропорта. Москву, между тем, настораживает воинственное поведение Киева на фоне стабилизации обстановки в Донбассе. Об этом на заседании Совбезу ООН заявил постоянный представитель России Виталий Чуркин. Кроме того, по его словам, негативную реакцию вызывает и позиция Соединенных Штатов, которым не нравится, что Россия оказывает гуманитарную помощь Донбассу. Такое отношение дипломат назвал необоснованным и циничным. Чуркин также заявил, что отправка на Украину западных военных инструкторов приведет к плачевным результатам. Колонна МЧС России с гуманитарной помощью сегодня прибыла в Донецк. Груз предназначен в том числе и для семей шахтеров, погибших и пострадавших на аварии на шахте имени Засядько. Как сообщают в Национальном центре управления в кризисных ситуациях, гуманитарная помощь была сформирована в экстренном порядке по поручению президента России. На подготовку ушло чуть более суток. Машины МЧС доставили свыше 200 тонн продуктов питания и медикаментов. Днем ранее в Донецк прибыли врачи, психологи и спасатели. Также от МЧС России. Ну а в Крым собирается бывший премьер-министр Японии Юкио Хатаяма. Полуостров он собирается посетить уже на следующей неделе после своего визита в Москву. В Токио уже эти планы понимания не нашли. В японском МИДе заявляют, что время для подобных визитов неподходящее. Хатаяме настоятельно рекомендуют передумать. Татьяна Наумова расскажет подробнее. И начать тут, конечно, надо с истории. Клан Хатаяма в Японии примерно как клан Кеннеди в США. Прадед Юкио по отцовской линии Кадзо Хатаяма был спикером палаты представителей в японском парламенте еще в 19 веке. Он также возглавлял университет Васеда. Это, кстати, самый престижный частный вуз страны восходящего солнца. Для понимания, семь японских премьер-министров послевоенного периода закончили именно этот университет. Дед Юкио Итира Хатаяма занимал пост премьер-министра Японии и был одним из основателей Либерально-демократической партии. И здесь придется остановиться поподробнее. Именно Итира Хатаяма возобновил дипломатические отношения с Советским Союзом. Мог бы и мирный договор подписать. Но в 50-х внутри японской Либерально-демократической партии произошел раскол. И, к сожалению, группировки, которые требовали отмены курса японского правительства на восстановление отношений с Советским Союзом, одержали верх. Им удалось добиться отказа правительства от заключения мирного договора, после чего они и вовсе начали требовать отставки самого премьер-министра. Тогда Итира Хатаяма заявил, что покинет правительство, лишь выполнив предвыборное обещание. И, надо сказать, свое слово он сдержал. Осенью 1956 года Итира Хатаяма, который к тому времени уже был очень тяжело болен и передвигался в инвалидной коляске, в очередной раз приезжает в Москву. Результатом поездки стало знаковое подписание совместной декларации о восстановлении отношений между Японией и Россией. Продолжил общее дело и его сын Итира Хатаяма на посту министра иностранных дел страны восходящего солнца. Поэтому для самого Юкио Хатаяма, дела отца и деда, вот это подписание мирного договора с Россией было фактически в долгом чести. Но, к сожалению, и он не смог. Как и в случае антироссийских санкций, причина носила и носит исключительно внешний характер. Проблема именно в Соединенных Штатах, а точнее в давлении, которое Америка оказывает на внешнюю политику Японии. Непосредственно в данном конкретном случае, то есть примирительно к украинской проблематике, со стороны США наблюдалось и наблюдается очень жесткое, подчас даже агрессивное давление. В результате этого Японии пришлось объявить вот эти самые антироссийские экономические санкции. Сегодня Юкио Хатаяма один из наиболее известных в Японии критиков антироссийских санкций. Правда, услышать его голос достаточно сложно. Дело в том, что японские средства массовой информации под очень сильным влиянием Запада, Америки и Европы. И ситуация, допустим, в той же самой Украине подается глазами прежде всего именно западных информагентств. Японский зритель не имеет практически объективной информации о том, что происходит на Украине. Например, в прошлом году прогремела эта тема Крыма. И представляете, мало кто из японцев знает, что жители полуострова сами проголосовали за воссоединение с Россией. Что они сами хотели, что их не завоевывали. Они сами хотели вернуться. В Японии, к сожалению, этого мало кто знает. К слову, оба сына Юкио Хатаямы родились здесь, в России. Один из них, Киетира, в данный момент проживает в Москве и работает преподавателем высшей школы бизнеса МГУ. В общем, сказать, что у клана Хатаямы сильнейшая связь с нашей страной, значит ничего не сказать. И сейчас к срочному сообщению, которое приходит по агентствам по делу об убийстве Бориса Немцова. Задержаны двое подозреваемых. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников. На прямой связи со студией по телефону сейчас обозреватель ВГТРК Андрей Медведев. Андрей, здравствуйте. Что еще заявил Бортников? Как продвигается расследование? Кого именно арестовали? Здравствуйте, коллеги. На самом деле заявление Александра Бортникова было довольно коротким, очень скупым. Он объяснил, что сейчас, пока продолжается расследование, идет активная работа и идет сбор и закрепление доказательств. Много, к сожалению, он нам, журналистам, сообщить не может. Но вместе с тем он сообщил, пожалуй, самое важное. Он назвал имена двух задержанных, которые подозреваются в непосредственной причастности к убийству Бориса Немцова. Это Заур Дадаев и Анзор Губашев. Никаких подробностей о том, кто эти люди и почему они совершили убийство Бориса Немцова или имели к нему отношения, директор ФСБ не сообщил. Но можно предположить, что, судя по фамилиям и именам, оба этих молодых человека – это жители Российского Северного Кавказа. Как они приняли, то есть никакая была непосредственная их роль в этом преступлении, что они делали, пока нам, к сожалению, неизвестно. Этой информацией директор ФСБ с нами не поделился. Он сказал лишь, что задержали обоих подозреваемых минувшей ночью после долгой и кропотливой работы, которую совместно вели органы ФСБ, Министерство внутренних дел и Следственного комитета. Сейчас, как можно было понять из слов Александра Бортникова, работа продолжается. И, видимо, в ближайшее время какие-то новые подробности от ФСБ или от Следственного комитета по поводу того, кто же эти подозреваемые и какая непосредственная была их роль в этом дерзком и громком преступлении, будет более ясна. Что еще можно сказать по этому делу? Ну, как вообще специалисты, криминалисты с самого начала говорили, что шансы раскрыть это преступление, по крайней мере, задержать каких-то людей, причастных к нему, очень высоки, хотя бы потому, что Москва действительно с точки зрения информационной, с точки зрения видеобезопасности, очень насыщенный город. Практически на каждом шагу есть видеокамеры, очень четко работает система наблюдения за городскими улицами и контроля передвижения автомобилей. Поэтому, видимо, как-то эти все превентивные меры по обеспечению городской безопасности в итоге вот дали такой результат, что, в общем, в течение довольно короткого времени, а это действительно ведь прошла всего неделя, действительно короткое время, вот в течение этого короткого времени уже силовые структуры заявили о задержании подозреваемых. Причем надо понимать, что если заявление о задержании подозреваемых сделано на уровне директора ФСБ, то есть на уровне очень высокого представителя силовых структур, то очевидно, что вина, причастность этих людей, не вина, но причастность этих людей, этих задержанных к совершению преступления, таким-то образом настолько серьезно закреплена доказательной базой, и что, в общем, об этом уже можно было говорить публично. Ну, вот, пожалуй, это вся информация, которой мы сейчас располагаем. Еще раз напомню, что сегодня директор ФСБ, это произошло буквально 15 минут назад, заявил о задержании двух подозреваемых в убийстве политика Бориса Немцова. Это Заур Дадаев и Анзор Губашев. Сейчас с ними проводятся следственные действия, следственные эксперименты, и закрепляются их показания. По всей видимости, как принято в таких случаях, это называется выход на место. То есть их, видимо, везут на место преступления или на место подготовки преступления, где они, в общем, в деталях показывают и рассказывают, как они все это делали. Коллеги. Андрей, уточняющий вопрос. Комментировал ли Александр Бортников, отвечая на вопросы журналистов, в рамках какой версии произошли эти задержания? Какую главную версию отрабатывают? Ну вот, к сожалению, нет. Сегодня Александр Бортников был очень скуп с точки зрения информации. Хотя одно то, что уже, в общем, на таком уровне заявлено о задержании подозреваемых в причастности к убийству Бориса Немцова, это о многом говорит. Поэтому вот на том, какая версия сейчас является превалирующей для следствия, Александр Бортников не стал останавливаться. Видимо, на то были какие-то причины, потому что держание двух этих подозреваемых, конечно, еще ни о чем... То есть не говорит о том, что работа закончена. Работа продолжается. И, видимо, именно поэтому, чтобы работу продолжить и довести до логического завершения, до суда, до полного раскрытия преступления, вот пока следственные и оперативные органы решили воздержаться от каких-то дополнительных комментариев. Андрей, благодарю вас за оперативные подробности. Будем ждать дальнейшей информации от силовых структур. Наш корреспондент ВГТРК рассказал о заявлении главы ФСБ по поводу убийства Бориса Немцова. По словам Александра Бортникова, напомню, задержаны двое подозреваемых. Другим темам. В Малайзии сегодня проходят акции в память о пассажирах пропавшего год назад Боинга. Самолет малайзийских авиалиний следовал из Куала-Лумпура в Пекин. После набора высоты он пропал с экранов радаров. На борту было 239 человек. По данным следствия, после потери сигнала лайнер находился в воздухе еще около 7 часов. Предположительно, он потерпел крушение в южной части Индийского океана. Как сегодня заявил министр транспорта Малайзии, поиски обломков продолжатся до мая. Потом придется составлять уже новый план действий. Какой именно, министр не пояснил. Иранские СМИ анонсировали появление на публике Айя Талы Али Хаминеи, таким образом косвенно опровергнув сообщение о смерти духовного лидера. По данным новостного агентства Тасним, 8 марта Айя Тала должен встретиться с группой чиновников страны. А в четверг израильские арабские издания сообщили, что Хаминеи госпитализированы, и врачи якобы зафиксировали у него уже четвертую стадию ракового заболевания. Писали даже и о том, что Айя Талы отказали внутренние органы, он впал в кому. При этом никаких комментариев от руководства Ирана на эту тему не было. Израильские эксперты считают, что власти республики могли умышленно скрыть смерть духовного вождя, чтобы не сорвать переговоры по ядерной программе. К спортивным темам от тех выходных. Сегодня в Финляндии на чемпионате мира по биатлону состоится спринт у мужчин и женщин. Россияне надеются исправиться после неудачи на смешанной эстафете. Напомню, что накануне наша команда стала только десятой, хотя и показала прекрасную стрельбу. Но скорость на трассе оставляла желать лучшего. После финиша многие биатлонисты жаловались на сложные погодные условия. Прямую трансляцию из Финляндии смотрите сегодня на каналах «Россия-2» и «Спорт-1». С вами «Вести». Вот о чем мы расскажем в ближайшее время в нашем эфире. В поисках истоков вражды Никита Михалков рассуждает о причинах охлаждения украинцев по отношению к русским. Смотрите об этом программу «Бесогон». Добровольцев назвали преступниками. В Испании судят антифашистов, которые пытались помочь жителям Донбасса. Подробности в нашем специальном репортаже. Прямо сейчас в нашем эфире. Испанских антифашистов, тех, кто был на Донбассе, отпустили после многочасовых допросов. По первому требованию они должны явиться в суд. По всей стране прокатились акции протеста. Чем провинились добровольцы, понять не могут тысячи людей. Власти обвиняют их в нарушении нейтралитета Испании. Но в украинском кризисе официальный Мадрид давно выбрал сторону. Неприметный полуподвал в старом квартале. Люди встречаются здесь, чтобы поговорить о политике. Один из центров сопротивления – комитет поддержки антифашистской Украины. Это не флаг правого сектора, это флаг кубинской революции. Участники левых движений Испании объединились после одесской трагедии. Собирают деньги в помощь Донбасса, уезжают добровольцами на юго-восток. Рамира был в Луганске с гуманитарной миссией. Меня шокировали бомбардировки мирных жителей, женщин, детей, стариков. Обстрелы не прекращались 24 часа в сутки. Поражает, с какой жестокостью Соединенные Штаты и Европа могут действовать через украинское правительство и армию против мирного населения. А наши власти хотят отрезать от поддержки из других стран населения, которое страдает на Донбассе. При этом в 100 метрах от штаба Рамира на рынке свободно продают форму солдат СС, футболки со свастикой и гитлеровские награды. Антифашистов. Власти загоняют в подполье. Аресты добровольцев Испанию потрясли. Эктор Арройо. Один из тех, кого в пятницу скрутил спецназ в рамках полицейской операции «Данко». Это политический шаг. Они хотят запугать всех, кто хочет отправиться на Донбасс и помочь. Они хотят обвинить нас в убийствах, хранении взрывчатки. Но у них нет никаких доказательств. Якобы мы нарушили нейтралитет Испании. Но о каком нейтралитете речь? Испания отправляет Киеву военное оборудование и деньги. 27-летний садовник из Мадрида. Из Луганска вернулся только в феврале. Вместе с другими интернационалистами служил в 404-м коммунистическом отряде. Так вы не воевали? Сейчас я не могу об этом говорить. Если начнется суд, меня ждут проблемы, вне зависимости от того, что я скажу, да или нет. В полиции Эктор отказался давать показания. Очевидно, что все обвинения основаны лишь на фотографиях и видео из социальных сетей. Испанцы в форме и с оружием. Но на видео, если и стреляют, то по мишеням. Когда мы увидели переворот на Майдане, когда люди с нацистской символикой сожгли людей живьем в Одессе, это не оставило нас равнодушными. И мы решили поехать. Каждый может думать, как хочет, но Запад и США, не скрывая, поддерживают Киев. Когда видишь колонну под американским флагом и спрашиваешь, что это, тебе отвечают, это инструкторы приехали. Но мы же понимаем, что это те же солдаты, за которыми стоит НАТО и США. Вечером на нулевом километре столицы у монумента Карлу Третьему развивается флаг ЛНР. У многих из тех, кто пришел сюда, на груди георгиевские ленты. То, что происходит сейчас на Донбассе, вне всяких сомнений, результат возрождения фашизма на Украине. И мы видим, насколько цинично смотрят на это во многих странах. На митинге требуют прекратить акции устрашения и аресты инакомыслящих. Здесь же еще один доброволец из луганского коммунистического отряда. В 6.30 утра ко мне пришли люди с закрытыми лицами. Сказали, что полицейские. Забрали, отвезли в участок. Там продержали целый день. Поговорили, потом вернули домой. Обыскали квартиру, забрали все, что могли. Военную форму, компьютеры, телефоны. Показательные аресты добровольцев достигли цели. Многие из тех, кто в украинском конфликте сочувствует Донецку и Луганску, теперь боятся говорить об этом открыто. Мы в масках, потому что уже 8 задержанных. Правительство ограничивает наше право выражать свое мнение. Студенты Мадридского университета – комплутенция. Будущие политологи и социологи хорошо знают, почему именно в Испании так близко к сердцу принимают события на Донбассе. В Испании у руля правые, которые хотят сломать дух интернационализма. Но мы чувствуем себя обязанными перед теми интернационалистами, которые приехали сюда в 1936 году и отдали свои жизни в борьбе против фашистов. И сейчас наши товарищи отправляются на Донбасс бороться не против украинцев, а против фашизма – дорогу, которому открыл Киевский переворот. В университете в октябре прошла фотовыставка и цикл лекций о трагедии в Одесском доме профсоюзов и гуманитарной катастрофе на юго-востоке Украины. К студентам приехали очевидцы событий – активисты, уничтоженного националистами Куликова поля. Тут неожиданно в зал ворвались украинские националисты и сказали, что они будут решать, как испанцы должны понимать украинский конфликт. Но мы позвали сокурсников и вместе стали кричать им – фашисты, убирайтесь вон! Мы выгнали их и уже на парковке увидели, что националисты приехали на автомобилях с дипломатическими номерами и сопровождал их украинский дипломат. Как оказалось, дипломат привез с собой радикалов из партии «Свобода» и движения «Трезуб». Затем уже украинский посол назвал мероприятие «русской пропагандой». Но сорвать выставку и лекции взбешенным националистам не удалось. Возмутительно то, что именно посольство организовало эту выходку, а потом дипломаты еще и жаловались газетам на то, что это был антиукраинский акт. Мы обязательно и дальше будем проводить такие мероприятия. Нужно нести людям правду. Испанские СМИ этим давно не занимаются. Но идти против течения необходимо, пусть это и нелегко. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...